Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в гостях Михаил Важаев. Это человек, которым я уже знаком давно, еще на этапе того, когда был магазин в Иркутске. Он начинал, в принципе, путь, как и я, монтажником входных дверей в нашей компании. Вот сейчас является руководителем, региональным руководителем, работает с разными дилерами, да, тоже принимает участие в съемках на YouTube-канале, в Instagram, да. Ну вот, мы сегодня этого человека проинтервьюруем, узнаем чуть больше о нем, чем видим видео. Привет, Миша! Всем привет! Привет, Иван! Ну вот, классно, что сегодня мы с тобой поговорим, потому что уже первое интервью, которое здесь происходило, в принципе, это ты у меня брал, так сказать, да? Да, помню, задавал мне разные вопросы, а сейчас будем в обратную сторону на работу, то есть я тебе позадаю. Вот, расскажи, как ты попал в компанию к нам, в каком году, да, ну и почему вообще ты пришел на этот путь? Ой, Ван, это такая интересная история сейчас будет, сейчас расскажу, но немножко с истоков, начнем, так скажем. Изначально, получается, я учился в университете, в Иркутском государственном университете путей сообщения, но я дорожник, да, да, то есть мне папа всегда говорил, вот иди там стабильность, нужно за стабильность топить, за стабильность, ну я, в общем, пошел топить за стабильность, ну и топил там, вот, потом я очень интересно такое решение принял, я думал не как все, то есть я подумал, вот я учу сейчас пять лет, потом после пяти лет, как получу уже диплом непосредственно, мне нужно будет идти в армию, когда не хотел отлынивать, косить, что-то еще такое. Я закончил третий курс экстерном, вот, сам пошел, сдался в военкомат и сам пошел в армию, и у меня вот такая мечта была, это прыгать с парашюта, попасть в десант, и чудом просто получилось так, что да, я попал в десант, служил в ВДВ, вот, вернулся уже оттуда, там у меня уже были такие другие мысли. То есть по специальности не пошел работать? Ну, можно и так сказать, но у меня уже все так перевернулось, я учился, мышление поменялось, я учился на очном, получается, нужно было с утра, каждый день, пять дней в неделю, то есть шесть ходить просто-напросто в университет, но я пришел уже подумал, ну, что я буду жить у мамы с папой, что ли, и так же учиться, я подумал, нужно идти на заводчик, и вот у меня, я пришел весной, получается, сдался тоже весной, раньше всех ушел, вот, прихожу с армией и думаю, надо где-то поработать, как-то себя попробовать, денег маленько заработать, и я устроился в компанию, которая занималась различными государственными контрактами, и я начинал с простого рабочего, вот, мы там валили деревья, копали ябы, садили там всякие деревья, кусты, ну, все в таком стиле. Долго это продолжает? Сколько времени? Это примерно продолжалось месяца четыре, где-то пять, ориентировочно, где-то вот так вот, да, параллельно. Я там работал, параллельно еще, как бы, учился уже на заводчике непосредственно, но, как бы, отношение, конечно, да, руководителей к рабочему коллективу было такое не особо, ну, я говорю, человек нестандартных мыслей, я сразу вот так вот подумал, а почему бы самим, так скажем, этим делом всем не позаниматься? Ну, я сам все это организовал, разобрался, как в госзакупках, как нужно в электронном аукционе участвовать, зарегистрировался на всех электронных площадках, организовал, ооо, кедр, кстати, назывался. То есть, ты свои предприятия? Да, ты свои предприятия. Круто. И получилось так, что, да, те ребята, которые, так скажем, были, там у них был бригадир, Виктора вызывали, ему было за 50 лет, сусами такой дядька, вот, я их всех, получается, я говорю, что пойдемте? И они все разово ушли, весь коллектив, представляешь? Они все уходят оттуда и уходят ко мне, а потом за мной на сотом кюзаке приезжал с угрозами, да, приезжал собственник, ты, типа, убил мою компанию, ну, оттуда, ты такой плохой там и так далее. Это в каком году было? Это был год, по-моему, 13-й или 12-й, 12-й год. А тебе сколько лет было? А мне было, так, 20 лет, получается. 20 лет? 20 лет. После армии уже? Да, это сразу же после армии, получается. Да, вот очень такая интересная история была. И, в общем, что, я выиграл два контракта. Первый – это запрос котировок на ремонт пищеблока в городе Шелихов, вот, а второй – электронный аукцион на оказание клининговых услуг казначейства Иркутской области. Вот, ну и сам работал своими силами. Плитку я ложить не умел, денег, как бы, нанять рабочих не было, а там же нужно, как бы, сразу все материалы оплачивать, потом тоже, а кто в них работ подписываешь, тебе все компенсируют. Вот, я на это все взял кредит, так как у меня не было кредитной истории, попросил маму взять кредит, так скажем. Вот, очень интересная такая история. Я сам ложил своими руками плитку, жена приезжала, мне там привозила еду, кормила меня там, это Шеликов, это другой город, примерно, ну, где-то, километров, может, 30-40, да, от Иркутска? Нет, 15 километров. А, 15? А, ну, это я уже в рамках Москвы, мне так кажется, на самом деле, расстояние уже короткие, да. В общем, каждый раз туда приезжал, у меня был товарищ, который со мной работал, это мой друг детства, тоже Михаил зовут, и вот мы на Волге, на ГАЗ 3102, по-моему, он с прицепом снимали старую плитку, вывозили ее, привозили новую, делали, и там объем такой работы был, у меня руки все-таки стерты были, красные болели, но я думал, это же надо, вот, с чего-то начать, попробовать, интересный путь предпринимательства. Мне всегда хотелось участвовать, ну, жить, работать в коллективе, который создает, вот, прямо в дружном, либо, как бы, если такого коллектива нет, что-то самому создавать, вот, именно, хотелось, вот, именно, от себя что-то, вот, что-то вот такое творить своими собственными руками. В общем, я делал, жена со своими подружками пошла на другой проект, казначейство в Иркутской области, оказывала, там, вот, эти клиниковые услуги, они были люстры, там, чистить диваны, и все. А, то есть ты взял объекты, жена бы тоже работала? Да, плюс параллельно, как бы, я почувствовал, что, как бы, как это очень здорово, классно, то есть я начал двигаться дальше, и, в общем, жизнь меня свела, в Иркутске в то время строил сам Сильвермолл. Торгового центра, да? Да, Сильвермолл, сейчас, самый большой торговый центр. Самый большой торговый центр в Иркутске, и у меня получилось с субподрядчиком пробиться туда со своей компанией, получается. И вот, получается, я был генеральный директор, заместитель меня был Виктор, то есть дяденька, который вот 50 лет ему было, пока я лжил там плитку, я ему полностью, я ему доверял как себе, то есть он туда пошел, он там организовал бригады, все мы сделали там, скажем, закупили им там перчатки, все-все-все, они там же и жили, то есть. Но, как оказалось, впоследствии, когда я, так скажем, окончил все, подписал акт выполненных работ под Новый год, мне пришла зарплата, когда я это все сделал, пришел просто туда, посмотрел, а там, ребята, оказывается, у них нет денег на еду перед Новым годом, и ни одного аванса не выплатили вообще, то есть ноль, перчатки все тройные, четверные, все рваные, драны, они там работают с арматурой. Получается, доверенное лицо, то я не платил людям, да? Да, то есть, а по факту было все нормально. И еще, помимо этого, оказывается, там пришли соответствующие органы с проверкой, наложили на меня и на него такие крупненькие штрафы. Получилось так, что все, что я заработал на госконтрактах, мне пришлось вложить в эти штрафы. И у меня осталось-то, собственно, своих-то денег, ну, вообще немного, так скажем, да. И в конечном итоге я приехал туда, звоню. Ну, в общем, такая ситуация интересная была. Под Новый год уже звонят, люди злые, зарплату не получали. Он им всем все обещал. Потом всех собрал, сказал, всем все выплачу, так скажем. Я людям доверяю, я никогда не мог подумать, что вот такое может произойти. Я всегда вот, как бы, ну, там, раз, два, шебусь, третий раз тоже стараюсь доверять. Вот. Новый год, звонят мне с поста охраны, говорят, Михаил, я говорю, да. Они говорят, рабочие ваши, а там две бригады было. Одна в восемь человеке, вторая, что-то, то ли меньше, то ли больше. Ну, где-то в районе 15 человек. Под Новый год решили девушку легкого поведения провести через КПП, да, на территорию через КПП, получается, представляешь? А мы их не пустили. Они, говорит, разбили бутылку и напали на пост охраны. Я звоню, говорю, Виктор, поехали разбираться. И слышу в телефон, Виктор такой в шоке, что происходит. Это ночь, короче, была, представляешь? Говорит, и ему в трубку жена шепчет, скажи, что у тебя температура. Скажи, что у тебя температура. Миша, говорит, у меня температура, мне так плохо. О, Миша, давай, пока, короче. Ну, я думаю, ладно, как бы, да, ну, что делать? Звоню, единственную своему другу с детства, говорю, Миша, поехали. Ну, там, не знаю, как все может повернуться, честно. Там ребята такие злые, голодные, рабочие, да? Бригадиры, там, ну, такие ребята, которые посидели в тюрьме, определенное количество лет тоже. Они держали весь коллектив. Я говорю, пофиг, поехали. Он мне, говорит, и вы поехали. То есть, сели, он приехал за мной, мы сели ночью, выехали. Как бы, жилья, ничего не сказал, чтобы она не переживала. Что-то вообще, как я говорю, приеду чуть попозже. В общем, мы все разрешили, нормально поговорили, то есть, обо всем договорились, как бы. Ну, и смысл в том, получился, что, как бы, мы с ними нормально, все обязанности лежат, то есть, на Викторе. Так как Виктор там, так скажем, всем управлял и так далее, и тому подобное. Ну, и все, в конечном итоге, я не знаю, как бы, запишут это или нет. Он дал голову на отсечение, что он все выплатит, и так далее, и тому подобное. И, в конечном итоге, проболтался, как всегда, ничего не выплатил. Вот, и там такие были злые товарищи, которые бегали за ним, искали его, и хотели, вот, так скажем, ту самую голову на отсечение взять. Как отсяж, не знаю, конечно. Вот так вот, представляешь, вот такая история. Я потом думаю, надо же мне куда-то, думаю, устроиться. Вот временно, чтобы этот пул, который у меня остался, время не растрачивать, где-то еще поработать параллельно, как бы. Да, плюс мне еще нужно было за учебу платить. И я стал смотреть на Авито, куда можно просто-напросто устроиться, грубо говоря. Смотрю там объявление, добротные двери, требуется монтажник, условия, там было одно, я до сих пор его помню, это, представляете, прямые руки. Я так смотрел, руки вроде более-менее прямые, как бы, но дверь я никогда не ставил, собственно. Ну, тут, окей, Google там, я не знаю, посмотрел, вроде ничего сложного, пришел, говорит, ставил, я говорю, да так, ставил там пару раз, там, разберемся. По факту я разобрался нормально, стал ставить очень хорошо. То есть я почитал, как по ГОСТу ставить, какие зазоры должны быть и так далее, и тому подобное. Я всегда к своей работе стараюсь относиться, не то, что стараюсь, это вот в душе мне заложено, всегда добросовестно. Если что-то, как-то, дело не так, я потом, ну, все, у меня прям это внутри как-то меня разрушает. И, в общем, я всегда все делал хорошо, и что самое интересное, Иван, кстати, был руководителем, был Борис Алексеевич, тоже такой человек, это было заместителем, вот, и они очень интересно, как бы обо мне отзывали, сказали, что как, ну, интересно, как бы, монтажники, они обычно такие, как-то, ну, товарищи, ну, странно, а тут, говорит, стараются, все, говорит, делают, как-то, да, люди хорошие, говорят постоянно. У меня тоже там много таких случаев было, можно только Михаила на монтаж, только Михаила на монтаж. Ну, то есть, это, наверное, я уже скажу об этом моменте, что у нас, когда Михаил устанавливал двери, входные, люди просто звонили после этого, у нас такого никогда эффекта не было, я переста ощутил, как важно, какой человек-монтажник должен быть, да, люди звонили и говорили, спасибо вам огромное за вашего мастера, который приехал, нам установил двери, а Михаил просто располагал к себе людей, просто разговорами, какой-то мягкостью, да, вот этой своей открытостью, и люди реально восхищались и радовались, и мало того, что он, ну, как бы, располагал к этому, людей, да, еще монтировал очень качественно двери, ну, потому что ты, я знаю, как бы, у тебя вот всегда надо разобраться во всем процессах, да, прежде чем сделать, и не сделать плохо, а надо сделать так на высшем уровне, люди просто получали офигенную, как бы, продукт, да, услугу, по сути, и, соответственно, еще и мастера, который не такой злой, как бывает, да, часто приходит, недоволен жизнью, а наоборот, легкий, радостный, и, как бы, это давало эффект определенный, я был просто восхищен тогда, в этот момент, у нас, потому что не было такого уровня монтажников, ну, в общем, я работал, как говорится, как нужно, потом я уже с Иваном, ближе познакомился, с Борисом, заместителем Ивана, стал с ними так больше общаться, как бы, да, вот, то есть я всегда хотел учиться, не просто там, я не знаю, там, что-то крутить, там, двери ставить, это, конечно, классно, здорово, но не на постоянке, то есть у меня всегда вот так в жизни, я считаю, что каждый человек должен развиваться, я вот всегда думаю, я должен развиваться, стою на месте, застоялся, надо дальше идти дальше, всего хватит, в потолок уперся, если все, нужно идти дальше. Никогда не останавливаться. Да, и так у меня в один момент все щелкнуло, мы с Иваном, когда поехали в Аршан один раз, мы заехали с ним в магазин с дисками, тогда еще диски покупали, вот, и мы думаем, давай какой-нибудь диск с музыку купим, а потом смотрим, ну, может, что-нибудь такое познавательное, по-умнению. Что-нибудь умное. И мы решили купить диск, я вот до сих пор помню, как вот он называется, это Александр Свияж, как быть, когда все не так, как хочется. купили этот диск, я сидел, слушал, у меня вот такая голова, я просто понимаю, что вот все, что в жизни происходит, действительно, ну, вот карта вот так вот, как бы взял и открыл. Я тогда начал, как бы, раньше я на подсознание вот так старался развиваться, что-то еще вот так, не бежать, не обижаться, не обижаться ни на кого, ни на какую ситуацию, быть благодарным всем. И раньше на подсознание как-то старался вот так. А тут я реально понял принцип и понял, что так нужно делать. Я как бы вообще устал, вот в этом направлении очень хорошо развиваться. Ну, потом у меня родилась дочь, я короче честно скажу косячил всеми на тот момент ну молодой глупый был родилась одна на седьмом месяце получается вот не могла не дышать сама но под его и лом лежала со зрением там тоже проблемы были жена очень нервничала переживала не в конечном итоге так скажем содержание не то что содержание а вот поддержание так скажем чтоб вот маленький ребенок впоследствии был здоровым требовала тоже таких больших вложений у нас тот момент как раз вот случился такой кризис что у нас ну вообще по всем фронтам просадка была так компании до компании да я подумал я была машина получается то есть honda inspire даже как сейчас помню я ее продал купил себе жигули пятерку думаю ладно разницу то есть я вот сейчас буду использовать пока что просадка думаю она пройдет разницу буду использовать чтобы как подушать покупать все для ребенка я использую она закончилась тот момент и все то есть а мне иван говорил боря говорила иди в другой компании поработать день мы там 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 но честно сказать вот и как-то я вот уже с коллективом сравнился со всеми мне не хотелось вообще распыляться энергию свой рассеевать на другие компании что-то какие-то ну вообще это не моё я работал прямо до самого самого в общем она доработался до того что прилетел мой тесть это папа моей жены вот так на стучат на по башке сказал все не тупи у тебя ребенок а он на севере получается работал да то есть я горько помогу устроиться и так далее тому подобное все уезжай я в общем что продаю свою машину на эти деньги которые у меня остались я отучился на право вот у меня б категория то было а я отучился на c потому что подумал но вдруг пригодится и я получается уехал и что мне сказали помогут и в конечном итоге мы обошли все на севере это компания лорус получается она занимается добычей алмазов это мировой лидер по добыче алмазов мы обошли все вообще предприятие от фабрик карьеров там до всего я не знаю там нигде не получилось устроиться и у меня вот вариант либо идти в охрану но в охрану для меня это вообще специально просто но там если ты уходишь в охрану и потом в конечном итоге пытаешься устроиться в компании у тебя это как уже клеймо не брать равно сильно трудовой если ты в охране работа значит ну извините тупой вот так там так считается будем называть вещи как бы своими именами я потом иду на макинскую геологи геолого-разведочную экспедицию прихожу меня и там посылает я вместе с тестем ходил у него и знакомые все были а там конкуренция большая очень да там зарплата нормальная более-менее большая конкуренция желает устроить да люди желают устроиться меня и там послали но я вот выхожу из кабинета и заходит мой будущий начальник кабинета а ты горит куда я говорю вот приехал с иркутска хочу куда-то временно устроиться в охрану точно не хочу вот что говорит права есть категория и меня взяли на машину это называется на егер 2 но это до 66 грубо говоря то же самое я ездил по тайге и это они бурили и я просто объезжал там разные буровые там дорог нет ничего нет просто едешь это геологи-разведка да это геологи-разведка получается да параллельно что времени терять я еще ездил летал в иркутск на учебу постоянно вот и получил два высших образования тупо геологи-разведки и потом еще последствия по подземке ну и в конечном итоге меня взяли время на это на несколько месяцев потому что там ничего не было я временно временно мне продляли 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 и как бы вот так все потихоньку в гору как бы пошло можно так сказать я ну у меня вот от рождения такая вот фишка то есть я могу очень хорошо с людьми договориться общий язык найти с кем-то еще как того да плюс а особенно если это сложится тем что я умею принимать людей такими какие они есть не злится и не злиться на ситуации то есть я принимаю начальника злого хорошим человеком как куда игру если он злой если он начальник значит ну что тоже он сделал чтобы стать начальником руководителем как говорится на что он красавчики у нее нужно учиться я вот так всегда считалось этим подходом подходил все вокруг совершенно по-другому всех все складывается и получилось так что вот я постепенно постепенно начал продвигаться. Я помню, у нас там проходит такой автобус, на нем написано Айрк-Айхал, грудник Айхал, вот там работает элита. Я вот так на них смотрел, а у них зарплаты там просто космические были. Да, я вот так смотрел, думал, ой, элита привезет. Я думаю, я хочу туда, хочу, чтобы меня взяли. Я понимаю, туда со связями сложно пробиться, представляете? И я говорю, вот, тесте, я говорю, я хочу туда, я говорю, что с ума сошел? Все, там работает элита, туда не пробьешься, забудь, вообще забудь. У меня эта мысль никак не отпускала, получается. Я нашел знакомого, у этого знакомого знакомый, у того знакомый знакомый, знакомый. Я с ними вот так пообщался, сдружился, и они меня познакомили со своим знакомым, который работал инженером по охране труда на этом роднике. Вот, ну и в конечном итоге я договорился, я пообщался, но сказал, посмотрим, возможно, как-то там, ну, как говорится, получится тебя взять, но не факт, вряд ли. И потом мне звонят, я потом уже понимаю, мне не звонят месяц-два, там, три месяца не звонят, я потому что зацикливаюсь, я хочу туда, я хочу зарплату больше, хочу расти, развиваться, как бы, да. Вот. Потом я просто понимаю, мне нужен момент, и ситуация отпустить. Я вот отпустил мысленно, и в душе вот я был благодарен жизни за то, что вот у меня есть данный момент. Вот как только я вот это состояние, вот, да, вот, равновесие приобрел, именно не мыслями, а внутри, вот не сразу же, это прям вот, это может какой-то, ну, казаться фейком каким-то, что ли. На следующий день мне позвони, сказали, приезжай. Все, это, в принципе, мы с тобой и начали познавать в книге, вот, да, же как раз. Да, да, вот это все очень сильно транслировалось, это тоже мою жизнь поменяла, очень сильно. Как раз первая книга по изменению мышления была, как в твоей жизни, так и в моей. Да, в общем, аудио, она очень сильно поменял, потому что после нее мы купили еще, по-моему, в следующей части и слушали их. Я про несколько раз, по-моему, переслушал все эти книги. Что-то происходило на каком-то маникулярном уровне, что, в принципе, вел сейчас вот к этому всему. Ну, и впоследствии я работал, работал, работал на инженеры, на инженерных должностях, то есть там еще в разных сферах поработал, опыт богатый приобрел, посмотрел, как работает компания, мощный промышленный холдинг, как внутри там все сделано. Ты же, получается, путь прошел от простого рабочего? Я вообще, да, закончил. Я инженера. Инженер по технике безопасности? По охране труда. По охране труда и промбезопасность. Получается, человек без связи полностью пробился в такой компании крупной, где нереально было, по сути, устроиться и вот он. Про зарплату расскажи. А, ну, зарплату. Всем интересно, сколько платят в Алросе официально. Ну, смотрите, Алроса как бы, да, то есть это компания, в которой платят, ну, всегда официальную зарплату, там нет ничего черного. Ну, средняя зарплата в компании Алроса примерно, ну, где-то там 70-65-80. Это минимальная, наверное? Нет, это средняя. Средняя? А минимальная какая? Минимальная 1035, нет, 30, наверное, 28 получает. У меня товарищ работает, Роберт Прейс, привет тебе. У него где-то зарплата в среднем может 38 тысяч, вот так вот. А ты начинал с какой в Алросе зарплаты? 19, первая была. 19, а закончил? 180. 180 белая, да, и плюс еще про премии. Ну, премии, да, то есть там есть такое понятие, как премиальный, то есть ты можешь, получается, отработать целый год, а в новый год есть такое понятие, как 13-ая зарплата. 13-ая зарплата бывает с коэффициентом. Один к полтора, один к двум, например, он тоже у нас был. Один к двум, то есть получаешь свою зарплату, еще две таких же. То есть еще 360. Ну да, то есть 83. Ну да, грубо говоря, то есть я в тот момент, конечно, меньше получал, да, когда вот этот один был у нас была, но в целом, да, там получается очень большая зарплата. Есть еще квартальные бонусы, то есть раз в квартал ты получаешь, но потом их стали вообще раз в год выплачивать. В целом, к Новому году у тебя реально получается хорошая сумма, ты летишь. Плюс там, то есть ты когда летишь в отпуск, раз в два года по всей стране, по всей России, где бы ты ни покатался, оплачивают отпуск тебе, жене, если она не работает и твоим детям. Вот, всеми жиренцам, да. А раз в год стабильно оплачивать получается тебе. Вот, ну это такие условия очень хорошие. Я никогда не ездил на моря, вообще никуда не выезжал за пределы Иркутска. Только в армии там когда-то мы съездили, в Ейск, по-моему, там на учения ездили. Все. А тут вот у меня первый выезд, первое море, мы поехали, нам все оплатили. Я прям мир посмотрел, увидел. В Сочи мы поехали. Прям там как малыш, он смотрел, любовался всем этим. Приехали было, по-моему, это был апрель месяц, еще холодно было. Никто не купается, а для меня человек из Байкала там, теплая вода. Я купался там, познакомился с каким-то мужиком таким, который тоже такой же там на конюхова, короче, похож. Второй раз мы в Геленджик тоже поехали. Ну, в общем, благодаря компании Ларусы я просто понял, что самое интересно, что может быть, это все-таки путешествие. То есть у меня никогда этого не было. Мои родители вообще никогда никуда не ездили, не путешествовали там, да, то есть, а мне хотелось это, да, и детям своим дать. Я это смог дать. Я как бы понимаю, что нужно зарабатывать деньги, инвестировать их. Ну, для меня, по крайней мере, это интересно. Утратить их, не инвестировать, тратить именно, да, в познание мира, посмотреть, как разные культуры, разные страны живут и так далее, тому подобное. Ну, это очень классно. Это все в таком стиле. Плюс я еще там взял за ипотеку. Да, это же вообще самое интересное. То есть я взял ипотеку, да, на севере, то есть и думал, все, там буду платить, как говорится, жить, не тужить. А потом просто я смотрю, я понимаю, что я уперся в потолок. Представляете, вот просто в потолок и наступает такой момент, что я понимаю, что мне вот, чтобы еще там чуть-чуть дальше продвинуться, мне нужно потратить пять лет своей жизни, и моя зарплата вырастить там, ну, на 20, точно 30, там максимум. Дождаться пока пенсионер, который уходит, грубо говоря, на пенсию, а он это может уходить, 5 лет может уходить, 3 года, 6 лет, 10 лет может уходить. Я уйду, я уйду, ты мое место придешь, а мне нужно его ждать. И потом дальше, 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 все в таком стиле. Но стабильная зарплата, в принципе, нормально устраивала, на все хватало там. Мы откладывали, то есть, да, помогали там всеми родителям и всем я всем помогал, как бы, да, это очень, как бы, ценно было. И это, конечно, да, здорово, прикольно, но мне, я говорю, вот, у меня, наверное, как бы предназначение не такое, то есть, я больше, вот, переговорщик, коммуникации, общения, то есть, контакт, то есть, больше все-таки бизнеса, в бизнесе это очень пригождается, то есть, именно, вообще, умение договориться, пообщаться, прийти к чему-то, да, вот именно, да. Ты в компании максимально раскрылся, и тебе нужно было что-то больше. Да, то есть, я уперся. Про уход, да, расскажи, получается, уход же у нас, ну, по сути, у тебя с компанией долгое время занял, то есть, мы практически целый год готовились к этому, как бы, мне, что, в принципе, и сразу по уехал, но был момент, что супруга родилась у тебя, там Вайхали, да, как раз там прожила, в принципе, свою жизнь. Да, у меня с севера. Да, в принципе, родители у нее там же работали, есть пример, да, вот этого всего, ну, как-то, ну, так называемой стабильности, да, как его так называют стабильность, ну, как бы, у многих, для многих людей это важно, и, ну, женщина, по сути, твоя тебя не отпускал в момент, да. А, да, мне звонит Иван Грина, Лиша говорит, все, давай, я приехал в Москву, как бы сюда, и Марина, Александр, Алина приехали, мы тут все еще сделаем, начинаем, говорит, все, приезжай, все, бросай. Я такой легкий женоподъем, я говорю, ну, стабильность, ну, ладно, что, хорошо, надо же дальше двигаться. Я же, я говорю, поехали, она такая, вот, пальцем миска крутит, что, говорит, больной? Крусик, куда я никуда, как не поедут, только устроился в шахте, ты работаешь, там, на подземном руднике, да, то есть, там, самая большая зарплата, это самая большая, там, все, больше достиг, больше нету просто, понимаешь, и свалить решение. Да, это единственное подразделение, которое, да, вот, в котором зарплата, то есть, ну, такая, то есть, учесть и зарплата в среднем где-то 90-100, но он проработал там всю жизнь, у него одна запись с трудовольствами, знаете, тут 180 пацан за пять лет, ну, как бы, да, и такой говорит, я все, до свидания, я поеду строить бизнес в Москву, а у меня двое детей, у меня жена смотрит, как на идиота просто, я говорю, все, я, короче, а я все время, время зря не терял, я смотрел на ютубе ролики различные, то есть, я разные курсы проходил и по фотошопу, не по фотошопу, вообще, по всякому, вообще, по всему, что можно, и все, и она на меня повлиять не может и на меня может вправлять только, наверное, ее отец, потому что я его очень люблю, очень уважаю, Александр вашница, привет вам, кстати, вот, он мне звонит, говорит, слушай, ты, говорит, совсем больной, говорит, вот поедешь, говорит, если в Москву,езжай, но если, что-то не то, назад приедешь, все, мы тебе вообще никак, не чем не поможем и так далее . И всё, меня это просто, всю энергию это заглушило во мне, как масты жог, да, то есть, я просто понимаю, то есть, ну, я понял как-то, ну жена мне говорит уезжай давай ну давай сначала разведемся алименты и все остальное и езжай все всего доброго вот сколько все классно вы понимаете ну семья эта семья создавал столько времени хоть и косячных сперва ну сразу создавал вот ну я подумал что нужно мне как-то с женой год просто напросто но вот это получилось нужно как-то с ней работать проговаривать все течение года я к ней вот аккуратненько вот так же как переговорщик подходил на гнилой козе подъезжал так скажем и все вот в таком стиле год прошел и потом она мне говорит ну я согласна как раз его название грибан она согласна и все я короче бросил ипотеку я все бросил вообще ни за чего не плачу я подал на банкротство действительно то есть вообще все бросил ну да то есть получается ты полностью оборвал связь из квартиры все раздал родителям то есть все что было там плазму не по я ничего не продавал зачем ну людям ну зачем вот эта мелочь тут узнаешь вот как-то вот продавать это все вот как-то все но эта энергия закручивается остается просто отдал как бы шну люди благодарны я просто просто отпустил все моменте и мы уехали просто и я когда ехал мне жена говорит ты верит но кем будешь работать в конечном итоге я уехал вот еще кстати когда у и уезжал я еще тесте помог кредит закрыть его еще денег дал то есть потому что он нам очень помогал мне всегда хотелось как-то его благодарю вот ну я приехал как бы жена посмотрела говорит все классно все здорово и со временем вот мы тут немножко пожили буквально месяц все страхи все прошли у нее пришла благодарность пришло счастье я кри поехали вайхал горюк родителям съездим где нет я горит не поеду позвони к нам приезжают вот ну и в конечном итоге то есть я с ивана прилегаю ваня нужно приехать на производство и просто вот нуля вот просто все начать потому что нужно вот все прям понятия всегда вот корсу не с поверхности а прям изнутри потому что как бы ну самое нормальное когда так делаешь так лучше всего-то все процессы понимаешь я месяц там работал работу работал работал и я понял как бы проблемы какие-то затыки какие есть там туда нужно направлять как бы компании двигать и мы наконец-то разобрали с автоматизацией разобрали какой-то house что-то сделали автоматизировали потом мы начали вот так развивать потом с ивана начали вместе работать ездить как бы да то есть и как бы друг другу давать энергию помогать друг другу вот кто-то устал там встретимся с ним пообщаемся поговорим все энергия приходит 2 устал то есть вот так как мы всегда говорим это как пальма есть для обезьянки одна забралась другой руку подай наверх это уже руку и подает если мы вот так вот идем 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 его в таком формате как бы вот работаем и что самое важное самое интересное мы меняем мышление других людей с кем мы общаемся с кем мы коммуницируем то есть мы сами вылезли можно сказать из определенная вот ситуация которая у нас была можно сказать которая была возле дна практически до поняли как это делается мы транслируем людям и рассказываем как это нужно делать то есть основная все-таки наверное цель которая больше всего заряжает и подпитывать это все по цели основная это изменить мышление вообще людей мышление предпринимателей вообще отношения бизнеса нашей стране именно конечному потребителю потому что у нас вот как вот говорит иван говно сервис кругом кругом куда не извини в любой принципе вот так как примере услуг или продажах у нас говно сервис в россии ну как бы стремимся действительно изменить отношение к потребителю то что потребитель платит деньги деньги это энергия которую приносит человек до в компанию или там в каком то лицу неважно но важно поэтому за эти деньги отдать равноценное что туда равноценный обмен должен быть они не забирание наоборот чтобы не потребитель не добивался чтобы к нему относились как стоящие а именно получал и удивлялся что у блин они еще мне столько сделали еще какие-то вещи и просто с удовольствием благодарил компании рекомендовал и дальше то есть вот только так только так это верно кстати для этого и зарезаем собственно грубо говоря вот мы лишь мы это постоянно тратим на это много времени рассказываем общаемся с людьми до очень много времени уходит и людей все больше больше стоит мы решили это просто сейчас автоматизировать можно так сказать им поэтому записываем курс авторский авторский курс его наделки во в котором мы так скажем формате таких определенных лекций всю эту информацию просто все эти знания в эту энергию запакованную так вопрос доверия к жизни да у тебя там говорил что тебя обманывали да вот те люди на этапе когда предпринимателем сам был да тот же там виктор с которым ты работал ты ему доверял деньги доверял управление людьми да он тебя обманул очень часто просто ты же с предпринимателями с нашими с партнерами работаешь они же говорят тут меня обманули я не доверяю да а ты доверяешь дальше расскажи про это как раз момента вы знаете важную у меня немножко другой подход если меня обманули что-то еще я считаю что эта проблема не в человека проблема во мне то есть возможно я как-то что-то не договорил либо как-то не дообщался либо наоборот я сильно много то есть но воли дал либо еще что-то такое в общем я стараюсь брать ответственность просто-напросто за все эти вещи на себя а когда берешь на себя ты просто себя еще меняешь еще лучше где-то становишься круче и этих ситуаций последствия как правило все меньше меньше и меньше стоит вот но в любом случае если человек так делает то есть я раз поговорю 2 поговорю то есть ли пообщаюсь постараюсь его поменять то есть я никогда не обижаюсь что он так сделал то есть у него какие-то как-то жизнь сложилась почему так над Vanessa и причина него свои да то есть я не в коем случае держу обиды я не каплю эту отрицательную энергию с ним пообщаясь поговорю но так вот так вот так вот так вы объясню я расскажу человеку тоже он в моменте здесь мне нравится менять отношения вот да классно слышали ну вот мы сейчас сколько 10 месяцев здесь находимся до получается уже ну вот это очень тоже показательно то что ты появился в компании до новые люди начали появляться еще приходить и прямо изменения активные пошли по новым фронтам потому что до этого я где-то маркетинге один был до марина там производственной частью занимается маркетинге отдела сейчас мы прямо вместе идем много чего делаем это клево ну вот что ты видишь да как все представляешь через будущем ну пять лет скажем там 5 10 сколько хочешь ну вообще как бы у наша сфера вот это профессиональное зонирование квартир помещений да то есть это наш продукт то есть в целом я нас вижу через пять лет все равно вместе то есть я себя видишь рядом я себя но и да я себя вижу без компании с тобой в первую очередь с тобой первую очередь с тобой компания это тот коллектив который мы вместе создаем на то есть мы должны вот вместе я вот считаю через пять лет примерно уже то есть по всей нашей стране сейчас уже в принципе во форму 40 городов 40 городов охват то есть городов должно быть больше в любом случае в россии в каждом городе то есть должны на знать должны наш бренд знать и через пять лет мы уже должны так нормально как бы заявлять о себе уже где-то за границей в казахстане вообще спокойно то есть да ну и как бы дальше 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 отдаляться дальше уезжать то есть там распространять как бы свой свой продукт продукт очень хороший он решает очень многие вопросы он решает действительно проблемный вопрос жильем когда нету в кармане лишних двух там трех миллионов на квартиру с комнатой побольше можно просто-напросто пойти накопить там с нескольких зарплатам 3 4 там там 80 100 120 130 тысяч и разделить вот так помещение я понимаю как бы что мы разобрались в этом рынке вот вообще вот в этом продукте лучше чем все кто кого только можно представить мы делаем то что вообще для других то безумие мы с иваном когда ездили я помню вы были в саратове это притворялись клиентами и ходили по магазинам представляете то есть иван и говорил я вот клиент мне нужен такие размеры у меня рассчитайте мне там его все рассчитывали 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 а в конце мы говорили у нас дорогой натяжной потолок но мы его снимать не будем но там нет закладной как как стоит и одного собственника вообще до 3 сучки довел представляете то есть действительно говорит он ему сказал ну как горит на натяжной потолок можно закрепиться выиграть представляете ну как я представляю вот любит лампочка висит на потолке она же висит как то же палат тоже тоже можно подвесить вот так то него смотрит просто и молчит и так же сказать не знаю человек просто полотно которое 38 килограмм вешали сравнивают с лампочкой то есть мы намекали как могли то есть мы-то знаем как это решить это очень просто решается и вот со многими такими затыками просто разобрались их еще много в принципе есть но мы всегда вот подумали сделали и дальше пошли попробовали получилось хорошо не получилось еще три раза попробовали не получилось конкретно не пробуем дальше чуть другое делает благодаря такому подходу бы действительно то есть через пять лет будем уже на рынке нашей страны то есть брендом номер один который занимается профессионально зонирование помещений это очень классно ну плюс земля большая как говорится будем дальше транслировать этот удобный продукт вот нужного не останавливаться да то есть столько стран впереди еще запал очень большой действительно издать ну ты готов приезду за границу допустим да и работа в другой стране семей также то есть сейчас у нас него если я был готов бросить все а вот крутится вообще то есть да взять всю семью и за границу весь самолет только скажи когда когда я жена спрашивает кем больше вот я говорю не знаю сколько вы получаете меня это там разберемся если да то есть я был готов вот к этим вещам нужно то есть к за границу я это прям это ох классе это новые люди новый мир как бы я то есть за тоже за то есть я уже я уже не буду год ждать я уже заранее с ней проговорил ты сейчас будем переживать все то есть чтоб потом иван не уехал а потом год меня не ждал как обычно догоняйте классно вместе поедем это проект по что же поедать паша у нас он нам будет помогать проводник перво на английском разговаривать то что мы то не хухре-мухре мы google translate а и оля а паша будем спрашивать на переговоры классно совершенно прикольно интервью я думаю в принципе на сегодня достаточно можно будет потом какую-то еще часть снять интервью где-то потоки грубо говоря там в работе там под съемки это сделать вторую часть если наш зритель как бы скажешь что надо мы снимем еще у нас много интересностей каких которые можем рассказать вот сейчас спасибо тебе что сегодня пришел посвятил время этого я знаю тебя куча работ и сегодня еще воскресенье дома вроде семьи но мог бы здесь вечером проводим интервью сегодня просто воскресенье воскресенье это единственный день когда мне звонят по минимуму я решил сегодня просто с утра вот так до вечера сделать все что мне накопилось за неделю потому что наступит понедельник и все опять негде будет но это приносит энергию рада счастья мы делаем то что мы делаем меняем мышление таким образом делают эти вещи определенные классно здорово круто что в общем пишите комментарии какие у вас вопросы да нужно ли еще одно интервью были более углубленное да еще о чем-то рассказать вообще будем рады сделаем на тебе спасибо миша спасибо вам всем пока